Продолжаем выпуск. Сцены из крутого боевика разыгрались в Алма-Атинской области. Полицейские преследовали иномарку, которая пыталась скрыться от них. В итоге, страж порядка получил увечья. Один из пассажиров после применения табельного оружия погиб. Есть ли грань между самообороной и простым убийством? И какую версию выдвигают родственники погибшего? Расскажут наши корреспонденты. Родители погибшего 30-летнего Дмитрия Яковенко до сих пор не могут прийти в себя. Мужчина был застрелен полицейским в целях самообороны. То, что сын мог напасть на стража порядка, мама Дмитрия Яковенко категорически не верит. Его просто убили. Я такую аналогию провожу, как в Америке. Ему не дали шанса вообще. Он был просто пассажир. По версии полицейских, при проверке документов водитель авто Toyota Camry попытался скрыться и зацепил одного из стражей порядка. Автомобиль протащил его почти 200 метров. Экипаж «Беркут-157» заблокировал движение машины. Однако водитель оказал сопротивление, а один из пассажиров, вооруженный ножом, сделал попытку напасть на полицейского. Сотрудник применил табельное оружие. Ножа у Димы не было. Мы стояли рядом в метре от него. Никакого сопротивления, ничего он не оказывал. Поэтому насчет соцсетей, на следующий день ВКонтакте, в Инстаграме везде все это выложили. Все пишут свою версию и утверждают, что у Димы был нож. Однако полицейские и его коллеги уверяют, что он действовал в рамках закона. Если бы не выстрелил, мог бы погибнуть. Сейчас этим делом занимается прокуратура. В настоящее время производится досудебное расследование. Назначены все необходимые экспертизы, по результатам которых будут установлены все обстоятельства произошедшего. По словам юристов, сама стрельба полицейскими в качестве самообороны по закону допустима. Если нападение с ножом действительно было, полицейский мог стрелять. Но перед тем, как спустить курок, он должен был предупредить нападавшего, чего, по словам родственников погибшего, не было. Перед применением огнестрельного оружия должно идти предупреждение о том, что оружие будет применяться. В какой форме, строго не написано, что обязательно стрелять в воздух, стрелять по ногам или устно кричать «стой, стрелять буду». То есть закон в этом плане обтекаем. Какое-либо предупреждение о применении оружия. Но также этот пункт на всех распространяется, в том числе и на полицейских. Расследование этого дела взяла на контроль областная прокуратура. Надзорникам предстоит определить правомерность действий полицейского. Между тем, это не единственный случай применения оружия стражами порядка. В Караганды, прямо в опорном пункте, нетрезвый мужчина разбил стекло и набросился за сколком на оперативника, который также применил табельное оружие, но выстрелил в ногу и ранил дебошира.